Ребята, всем привет! С вами Рон Шкудер. И сегодня мы проведем обзор рынка криптовалют. Начнем мы с битка. Я в прошлом видео говорил, что жду рост в зону 40-42. Этот сценарий сохраняется. Посмотрите на недельный график. Мы стоим 3 недели. Никуда цена не хочет падать. Все время выкупается под хай. Я думаю, мы достанем там 40-42. Возможно, даже 45. По-то взгляду, скорее всего, может быть коррекция более глубокая, потому что растем уже с 25 тысяч. То есть, я думаю, этого увидим. На данный момент, конечно, нужно рассматривать точки входа только со стопами. Конечно, хорошей зоной было 35, от которой мы видим, постоянно выкупали. Сейчас уже находится на хай. Если даже где-то брать, нужно смотреть по часовикам. Видите, вот здесь есть хай. Не могут пробить на откатах. Возможно, куда-то будут проваливать и можно будет заходить. Мы можем посмотреть по графику, что у нас идет очень сильное поджатие. Видите, каждое падение выкупается и идет перехай. То есть, это наличие восходящей тенденции, восходящего тренда. Можно как угодно это называть, но мы это видим. Значит, второй инструмент это ада. Ада у нас тоже сохраняется. Сильная тенденция наверх. Также, почти как по битку, такой же график. Можно посмотреть. Вот, три недели мы стоим. Такой же график. Сейчас подошли к верхней границе. Вот это и вот. Я думаю, что, скорее всего, тоже будет закрепление выше. Но также внимательно можно сейчас уже смотреть. Соступаем. Потому что прошли с 0.23 до 0.39. Там почти 80%. И нужно внимательно следить за тем, как будет резоваться событие. Но тут даже если мы просто проведем наличие такой восходящей тенденции, посмотрите. Просто можно даже взять вот эту линию и торговать от ее касаний. То по-простому, если кто хочет. Но постоянно видим, что идет выкуп. Я думаю, такое накопление, если выйдет, то будет хороший очень импульс. Но нужно его дождаться. Самое главное. Дальше. BNB. BNB был слабее рынка. Там, наверное, все слышали, что к SEO Binance предъявили обвинение. Он ушел с поста. Ну, вроде бы там отделались легким испугом. Заплатят там 4 миллиарда штрафа. И JapanJava заплатит еще 50 миллионов с личного или 70 личного кармана. И вроде все порешали. То есть мы видим, что на этом фоне у нас Binance сначала вверх, BNB, потом вниз. Ну и как бы эта монета сейчас не видно, что она прям сильнее рынка. Посмотрите просто. То есть в этом вот диапазоне, сложил этот диапазон между там, сколько у нас там? 260 и 200. Ну, 200 и 10.60. И его все время хватит. То есть нужно поджать либо выход выше этого, либо закрепление ниже. Вот это будет сценарием развития. Ну, можно рассматривать сейчас после падения на отскок, где-то со стопом ниже low. Если что, да? Вот такое вот. Ну, хотя, видите, она слабее рынка. Внимательно тут с лонгами на откате можно где-то рассмотреть, может быть, и шорт. Потому что монета слабее рынка. Это видно сразу. Ну, как бы у нее сильно с лонгами нужно не лезть. Мы видим, что вот другие инструменты, они много сильнее. И пока вот это будет сохраняться напряженность, пока там до конца еще все не решили, то я думаю, так и дальше будет. Дальше посмотрим у нас DOT. DOT хорошо вышел выше 5, кстати. Очень-очень сильный уровень. Я когда-то я уж торговал в шорт был, где-то там вот здесь вот еще. Летом я в шорт торговал был. Очень хорошо отработал об этом модели. Еще там этот уровень я торговал раньше, где-то почти год назад. И вот, смотрите, сейчас опять эта зона отрабатывает. То есть, вот видим, вот 4, там 97. От него можно смотреть целью там 5,7. 5,7, 5,8. Вот это вот у нас сейчас по DOT тоже красиво. Ну, конечно, если взять мяч от EFN, лучше откат подождать, где-то там уже 5,10. И оттуда где-то брать. То есть, смотрится хорошо. Влажники постоянно выкупают все. Ну, конечно, если будет закрепление ниже, то может и пойти там на 4,2. Ну, будет отменный сценарий. Если будет закрепление ниже, там 4,97. EOS. Пока на месте что-то стоит, не совсем вообще понятно. Честно вам скажу. Можно рассматривать его или 0,7 или 0,62. То есть, а внутри диапазона, ну, такое. Как бы я бы, наверное, сильно здесь лез. Есть поинтереснее инструменты. Дальше. ETH. ETH. Теперь как биток. Почти то же самое. И вот пытается закрепиться тут 2 и 2. Сколько у нас? Здесь 400 получается. Или сколько это? Не, 200. 200. Вот был один хай, видите. Вот его постоянно тестировали. Как ложный. Вот сейчас пытается закрепиться. Есть еще один хай. Вот этот. Вот 2 там 150. Плюс это зеркальный уровень. Вон с истории пришел. И как бы поджимает. Я думаю, что в этот раз могут пойти. Быстрый подход был, конечно, с такого пробоя уровень. Не пробивается. Цена не уходит. Потому что очень быстрый подход. Ну и много прошли. Нет энергии уже. Потом тут накапливают уже. Пытаются закрепиться. Закрепляются. Я думаю, что он пойдет. То есть можно рассматривать лонги. Там со стопом, конечно, хорошим. Будет ниже 1980. А вот будет хороший такой стоп. И правильный. Значит, по лайткоину пока в диапазоне стоит 65. Там 75. Вот он здесь вот торгуется. Тоже как BNB, кстати. Ну слабее рынка. Потому что рынок пошел. Но до этого ходил, конечно, он свой отработал. Сейчас скорректировали. Еще стоит на месте. Ну я бы рассматривал, может быть, там 69. 69, там 76. Как-то вот так. Ну в таком диапазоне. Ну пока он не совсем понятно. Вот Солана. Вот это вот. И вот это другое дело. Посмотрите. Просто выросло. Там сколько? С 19 на 69 просто. И не успокаивается дальше. Ну сейчас уже прошла, конечно. Видите, вот здесь есть зеркалка неплохая. Вот, кстати. Очень хороший. Хорошая зона. 59,7. Но есть еще один уровень. Вот он, с которого было снижение. То есть он такой зажат. Поэтому уже немного прошла. Либо жарить откат. Либо большую консолидацию. Ну и с целью там 68. Вот это вот я думаю, что туда еще раз могут достать. Ну как минимум мы должны там пойти, попытаться пробить. Если не смогут туда откат. Или пойти выше. Да, тогда пойти выше. На пробой. Поэтому есть вероятность роста в зону 69 очень большим. Поэтому можно этим тоже воспользоваться. Ну главное точку входа просто свою взять и все. Монеро. Монеро тоже смотрите какая. Ну он, кстати, сильнее рынка. Он меньше падал, чем все остальные. Ну как биток, кстати. И посмотрите, какая здесь сильная консолидация идет. Между там 100 и 180. Вот если он 180 пробьет, то я думаю, там будет хорошее очень движение наверх. Пока он сейчас тоже постоянно выкупает. Можно посмотреть также на лонг. Вот после отката там со стопом ниже 162.5. И вот на продолжение роста с целью 180. Дальше Ripple. Ripple пока не нравится, честно мне. Он хорошо закрепился выше 55. Вот это была важная задача. После этого как он был пробил, вернулся. Опять вышел сейчас выше. Это хорошо. Но сейчас он как-то так себе, честно. Как будто у него энергии нет. Видите, вот здесь вот держали. Ложный потом вниз. И может быть какой-то ретест еще 0.57.4 будет. И после этого может какое-то движение и пойдет. Пока вот такое себе. Так, и Тезос у нас остался. Тезос у нас остался. Тезос тоже 79.5. 79.5 вроде бы. Ну, протестировали. Откатились. Ну, в принципе, да, нормально. Видите, перелога нету. Можно рассматривать его. Может где-то вот. Ну, как бы, конечно, лучше где-то 79. Чтоб можно было 100 поставить. 75.5. Вот так вот плюс-минус. Ну, и с целью там 0.9. Плюс-минус. Я думаю, что он должен еще раз в этот диапазон пойти. И обратить внимание, если возьмем недельный график, вообще как будто цена еще не ходила. То есть биток у нас там так сильно вырос. А здесь как бы Тезос у нас там вырос был на каких-то там 50 или 70 процентов или 80. И все, если биток прошел на 100 процентов или 100, там 120, то это должно было пройти, наверное, на 520 процентов. Но видим, что у нас пока недостановлено не есть альту. Поэтому я жду в дальнейшем альтезон. Может быть не сейчас. Сейчас, наверное, еще по битку может быть какое-то движение наверх. То есть деньги сейчас в битке, это видно. Биток эфир. И это пройдет. Потом, скорее всего, будет альтезон, когда биток будет дорогой. И за этот биток будут покупать дешевую альту. Такое всегда было. Есть и, скорее всего, так и будет. И мы это видим, что у нас биток растет. А основная альта, она, в принципе, ходила, но не так сильно. Я думаю, что после такого роста битка альта должна ходить на 500-1000 процентов. Вот так в двух словах. Поэтому всем хорошей торговли. Не забывайте о рисках. Ставьте стопы. И увидимся в следующих видео. Всем пока. Продолжение следует.